полон славы и чудес. Послушайте внимательно, Божья благодать над нами. И сегодня у нас будет потрясающая программа с участием доктора Дженет Макара. Сегодня у нас здесь так много разных овощей, и мы будем говорить о здоровье. Здоровье и еще раз здоровье, ведь мы хотим быть здоровыми. Сегодня благая весть из Божьей аптеки. Да, мне это нравится. Я думаю, людям нужно узнать, кто вы, почему вы начали заниматься этим, почему пищевые добавки. Вы по образованию врач. Что с вами произошло? Прежде чем стать врачом, долгое время я была пациентом. Некоторые люди потом так и выбирают профессию, потому что им пришлось пройти через все это. Чем вы болели? Я была очень больным ребенком. У меня были гормональные проблемы. На себе я перенесла несколько операций, вирус Эпштейна Бара. Моя иммунная система была на нуле. Я очень-очень сильно болела. Поэтому решила вернуть себе здоровье, став врачом. И это, по сути, не сильно помогло мне. Мне просто говорили, что нужно принимать антибиотики, прими это лекарство, а теперь это лекарство. Поэтому я обратилась к Божьей аптеке. Но вы христианка. Так и есть. Вы верите в чудеса. Мы верим, что Господь именно сегодня исцелит вас. В конце программы, доктор Дженетт, и я помолимся, чтобы Господь исцелил вас, но также о том, чтобы вы оставались здоровыми. Вы знаете, мы ранее говорили об этом, что меня начало беспокоить, как много есть людей, с которыми я сталкивался, которые приходили на служение и говорили, «Пастор Бенни, мы исцелились на Круссейде в таком-то и таком-то году, но сегодня с нами что-то не так». И я подумал, нужно учить людей Божьих оставаться здоровыми. Да, нужно. И есть один способ. Есть один способ. Они должны принимать профилактические меры. Не должны лениться. Бог дает исцеление, но это не означает, что нужно идти и есть всю эту вредную для здоровья пищу. Вы принесли с собой помидор и разрезали его на две части. Почему вы это сделали? Что вы хотите этим сказать? Хорошие новости из Божьей аптеки. Давайте начнем. Я готов. Вы сказали, что собираетесь удивить меня. Да, я вас удивлю, мистер. О, пастор. Называйте меня мистером, пастором мне все равно. Пастор. Хорошо. Моей жене Сюзане понравилось бы сегодня побывать на передаче. Ей все это очень нравится. Я знаю об этом. Прежде чем Господь дал человеку написанное слово, Он все предусмотрел. Я имею в виду, что Он дал нам ключи и подсказки, понимание и знания посредством природы, которые помогли бы нам исцелиться. И каждый фрукт и овощ соответствовал своему органу в теле человека. Например, вот этот помидор. У него четыре полоски. Как у нашего сердца. Я никогда не обращал внимания на это, но вы правы. Что касается сердца, в помидоре есть много ликопена, который является прекрасным антиоксидантом и так хорошо влияет на вашу сердечно-сосудистую систему. Каким образом? Он помогает кровообращению, работе сердца и является антиоксидантом. Говорят, что помидоры полезны для здоровья, если их приготовить. Это правда. Но я учу вас сегодня о том, что Бог дал нам на огороде, и как это можно использовать. Поэтому, если мы его съедим сырым... Да, это полезно. Полезно. Для нашего здоровья. Я итальянка, поэтому первое скажу вам, что томатный соус очень полезен для вас. Вы не похожи на итальянку. О, очень похоже. Вся эта жестикуляция. Я очень живая. Я пытаюсь показать вам, что это так хорошо для вашего сердца. Хорошо, давайте посмотрим на следующий овощ. Очень замечательный. Это морковь. Наши бабушки, моя бабушка, по крайней мере, часто говорила, что морковь полезна для глаз. Точно. Вы абсолютно правы. Если вы посмотрите повнимательней, то увидите радужную оболочку глаза. Зрачок и лучики. Вы видите? В любом случае, в моркови много бета-каротина. А бета-каротин, в свою очередь, и есть витамин А, ретин, который питает сетчатку глаза. Но только органическая морковь или какая-либо другая? Наши родители тогда ели любую морковь, и любая морковь бы подошла тогда. Но сейчас я придерживаюсь идеи органической моркови. Они ели органические овощи. Конечно, только такие. В наши дни мы пытаемся, чтобы все было органическим. Но я подчеркиваю, что морковь богата на бета-каротин. Поэтому морковь полезна для меня. Помидоры полезны для сердца. Положите, положите вот так. Это выглядит точно как ваш глаз. Хорошо? Теперь так много всего. Да, много. Готовы? Я готов. Сладкий картофель. Он такой же, как и ваша поджелудочная. Понимаете? Никогда не задумывался об этом. Я так и думала. Нет. Не думал. Только постарайтесь, чтобы мой пиджак не запачкался. Хорошо? Спасибо. Бета такой же, как и ваша поджелудочная железа. Да, мэм. Было доказано, что он помогает поддерживать уровень сахара в крови, стабилизирует гликемический индекс. Надо же, я не знал об этом. Очень полезен. Знаете, у меня здесь было очень много врачей, но я не помню, чтобы я что-либо подобное слышал. О диабете, да. Мы всю жизнь учимся, не так ли? Надо же. Хорошо. Сладкий картофель. Он хорош для сахара в крови. Батат. А теперь мы поговорим о сельдерее. Что он вам напоминает? Вы мне скажите. Хоть бы не испачкать ваш костюм. Было бы хорошо, спасибо. Хорошо. Посмотрите. Да, точно. Напоминает берцовую кость. Сельдерей полезен для ваших костей. Моя мама всегда говорила, что сельдерей помогает быстрее заснуть. Так и есть. Почему? Он содержит много минералов и обладает успокоительным действием. Много лет назад у меня были проблемы со сном, и мама мне сказала начать есть сельдерей и салат латук. Сок из сельдерея? Да, на ужин сок и латук. Я думаю, поможет со сном. Удивляюсь, как вы это все делаете. Я говорю вам, вы удивительный человек. Почему? Какие? Магнезий. Постойте, давайте по порядку. Сельдерей содержит магнезий. Итак, вы сказали, что помидоры полезны для сердца. Да, для сердца, для глаз, для поджелудочной и для костей. Хорошо, и кости. Что еще? Теперь грецкий орех. Он похож на мозг человека. Да, похож, но слишком маленький. Да, очень маленький. Надеюсь, что у меня не такой маленький мозг. Думаю, что нет. Но, посмотрите, как он похож на мозг, и он богат на омега-3, жирные кислоты, которые так полезны для работы мозга. Поэтому, если вы сможете разломать скорлупу, ваша команда была бы счастлива. Как вам, ребятам, удалось это сделать? Это нелегко. Мы по-другому пытались это сделать. Я спрошу своего оператора, как им удалось открыть его. Если вы посмотрите, вы обратите внимание, как они разделяются. Да, разделяются. Можно увидеть два полушария, правое и левое. Разве не удивительно? Я даже никогда не сравнивал по внешнему виду грецкий орех с моим мозгом. Это легко и просто. Я же говорю вам. И чем он полезен? Он содержит жирные кислоты, и эти кислоты питают мозг. Я где-то читал, что грецкий орех очень полезен для сердца. Для сердца тоже, но я хочу показать вам, как Бог сотворил все эти вещи. Понимаете, омега-3, жирные кислоты, питают мозг. И этот орех, он похож на наш мозг. Развитие каких заболеваний он предупреждает? При каких проблемах со здоровьем помогает? Он поддерживает когнитивную функцию мозга. Он помогает сконцентрироваться. Могу я его съесть? И сфокусировать внимание. Кстати, очень вкусный. Обладает противовоспалительными свойствами. Понимаете, что воспалительный процесс сопровождает болезни, и мы должны этот процесс приостановить. И продукты природного происхождения играют очень важную роль. Объясните, что такое воспалительный процесс? О, Боже! Одним словом, я могу сказать, что если вы будете есть все эти вещи, они поддержат щелочную среду в вашем организме. Будете есть определенные продукты, и боль утихнет. Чем больше кислоты в организме, тем сильнее боль. Поэтому мы должны начать пить побольше воды и есть много щелочной пищи. Что становится причиной воспаления? Какие продукты? Прежде всего, переработанные продукты. Сахар, сладкое печенье, пироги, пончики, продукты быстрого приготовления. Все эти вещи, а также стресс, это причина воспаления. Вы также говорили о глютене. Он тоже не полезен? Почему? Все это из-за обработки пшеницы в наше время. Ее рафинирует, и она имеет раздражающее действие. Глютен находится в хлебе, злаковых макаронных изделиях и подобных вещах. Бабушкины макароны прекрасны, но я их не буду есть сегодня. Макаронные изделия содержат глютен. Глютен или клейковину. Да, ее много в муке. Да. Сегодня вы можете прочитать, что этот продукт не содержит глютена, и тот продукт тоже, но на вкус вы не определите, вот в чем проблема. Я знаю об этом. У меня было немного глютена, и он был похож, можно сказать, по вкусу на резину, или что-то вроде того. Вы можете есть другие продукты, но вот что я говорю людям. Вам не обязательно есть все эти мучные изделия, есть свежие фрукты. Послушайте, если начнете делать так, то ваш организм привыкнет. Вы принесли фасоль. Да, на самом деле фасоль. Взгляните на нее повнимательней. И что вы видите? Она напоминает форму почки. Вы сейчас говорите с итальянским акцентом. Это точно. Скажите еще раз. Фасоль. Мне так нравится. Итак, они похожи на почки, поэтому полезны для почек. Фасоль помогает почкам, как фильтр. В ней есть вещество, которое способствует фильтрации. Вещество? Какое вещество? Оно, по сути, является антиоксидантом и обладает мочегонными свойствами, помогает очистить почки и эффективно работать. Да уж, доктор, вы хорошо в этом разбираетесь. Я стараюсь. Нет, на самом деле. Итак, фасоль для почек, и она помогает почкам. Она очищает, промывает почки, помогает в работе. Во всем этом, да. Поэтому фасолевый суп очень полезен. Представьте такой себе вкусный супчик. Суп наших бабушек очень хорош. Еще добавить фасоль, помидоры, морковь, все вот это. Теперь мы переходим к следующему. Вперед, я готов, мэм. Вы сказали, что собираетесь удивить меня. Надеюсь на это. Продолжим? Хорошо. Авокадо. Очень полезный. Содержит в себе жирные кислоты и очень полезно для человека, но... В нем полезный жир. А по форме напоминает матку. Я сделала поперечный разрез. Итак, все это очень интересно. Внутри маленькая косточка, из которого вырастает дерево. Оно цветет и дает плоды авокадо. С момента цветения и до полного созревания плода проходит 9 месяцев. Напоминает созревание ребенка в утробе матери. 9 месяцев. Разве это не интересно? И какая польза женщинам от авокадо? Полезные вещества в авокадо помогают матке оставаться здоровой во время беременности и после. Представляете? Неужели? Но сколько можно их съесть во время беременности? Думаю, одного авокадо в день достаточно. Он содержит... И в чем его польза? Он содержит жирные кислоты, много веществ, которые плодотворно влияют на слизистую матки, на ткани. И на самом деле жирные кислоты помогают выносить и родить ребенка в срок. В обеих случаях 9 месяцев. Разве это не интересно? В следующий раз, когда мои дочери Тэши и Джесси забеременеют, нужно будет обязательно напомнить им об этом. Да. Итак, идем дальше. О следующем фрукте мы не можем не рассказать мужчинам. Мы говорим о смоквах, инжире. О, я не вижу инжира. Я так думал. Вы сейчас увидите его. Я положил грецкий орех сюда. О, да. Уж неправильно. Это нужно вот сюда положить. Я готов, дорогая. В общем-то, нам не привозят свежий инжир, только сушеный. Но на самом деле инжир растет по парам. О, Господь, помоги нам. Вот так растут. Вы уверены, что хотите говорить об этом на передаче прямо сейчас? Это еда. Мы говорим о еде. Так и есть, вы правы. Хорошо. Инжир висит по паре на дереве, поэтому он очень полезен для репродуктивной системы мужчины. Ну и ну. На самом деле он помогает подвижности, активности сперматозоидов, поэтому повышает способность иметь детей. О, мне уже поздно, дорогая. В любом случае, спасибо. Но я говорю вам, мне нужно об этом говорить, хорошо? Идем дальше. В природе Бог обеспечил нас всем необходимым. Но я скажу моим затьям. Вот что у нас есть. Я имею в виду, например, есть так много всего, что создал Господь. Итак, продукты, которые здесь, и другие тоже. Почему мы выбираем только эти? Так объясните мне, почему именно эти фрукты? Это мои любимые. Они так чудесно все показывают. Честно говоря, я никогда не обращал внимания и не замечал четыре полости в помидоре. А глаз? И не видел этого моркови и фасоль, похожа на почки. Положите их вместе. Мозг здесь и грецкий орех, а кости здесь. Продолжаем, дорогая. Все вместе. Это чудесная еда. У вас все получилось. Ух ты. Здоровая пища, дающая жизнь. А инжир положите туда. В любом случае, продолжим. Подумайте об этом. Вам нужно запомнить следующее. Китайцы говорят, что жизнь наполняется жизнью снова и снова. Они так говорят, и я люблю эту пословицу. Ведь что может сделать нас здоровыми? Это жизнь. Живая еда. Живая еда поможет наполнить нас жизнью. Поэтому ешьте всегда свежее, не переспевшее. Мы хотим быть более здоровыми. Повторите еще раз. Не переспевшее. Не переспевшее. Или проросшее. И еще раз. Жизнь наполняется жизнью. Что вы думаете о мясе? Я имею в виду, вы едите мясо? Да, у меня все нормально с этим. Думаю, в пределах разумного. Так и есть. Я бы сказала, больше этого или меньше мяса. Поэтому в этом году давайте сосредоточимся больше на... На продуктах растительного происхождения. На продуктах растительного происхождения. Но мы знаем, что этого недостаточно, что в продуктах нет достаточного количества питательных веществ, которые присутствовали в помидорах наших бабушек и дедушек. Поэтому нам нужны пищевые добавки. Какие добавки? Омега-3, жирные кислоты в форме гелевых капсул. Я каждый день принимаю каэнзим, гелевые капсулы. Для сердца. Для сердца. В моей семье есть заболевание сердца. Говорят, что сделали открытие, связанное с витамином С. Линус Паулинг сделал открытие. Я смотрел документальный фильм «Еда. Вопрос выбора». И там говорилось об этом. Кстати, если вы не смотрели его, дорогие зрители, найдите на сайте Амазон или загрузите через программу iTunes. Название документального фильма «Еда. Цена вопроса» или через онлайн-кинотеатр Netflix. Если у вас дома есть Netflix, поищите в интернете. Витамин С замечательный. Говорят, что лечит рак с его помощью. Да. Большим количеством витамина С. У моей дочери было это. И витамин эффективнее действует, чем химиотерапия. Действительно помогает. Он является антиоксидантом. Поэтому рак в таких условиях не может существовать. Другими словами, вы питаете кровь кислородом. Окислительный стресс – это враг рака. Таково действие антиоксиданта. Так важно, чтобы иммунная система тоже была сильной с помощью витамина С и других витаминов. Давайте поговорим еще о пищевых добавках. Я принимаю селен каждый день. Кстати, какие продукты являются источниками селена? Грибы. Какие грибы? Шампиньоны. Именно белые, широко распространенные белые шампиньоны. В них селен. В Израиле проводились исследования, что на самом деле грибы предотвращают рак. Это верно. Проводятся исследования в Галилее. Есть также грибы, и я их называю сильными грибами. Шиитаки, мейтаки и рейши. Все эти грибы названы лечебными, и они обладают антираховыми свойствами. Даже мята открыли, что она обладает сильными свойствами. Господь дал нам все это. Знаете, есть напитки, вы можете приобрести их. Я пил в Израиле с мятой. Они очищают организм, укрепляют иммунную систему. Знаете, что вы должны делать каждый день? Послушайте это. Итак, вы должны каждый день делать сок из сельдерея, моркови. А еще я добавляю петрушку. Итак, сельдерей, морковь, петрушка. Еще добавляю яблоко. И все это очищает организм. А также петрушка. А петрушка очень полезна для мозга, чистит сосуды. Я не знал об этом. Итак, петрушка чистит сосуды головного мозга. Давайте начнем этот год. 2014-й. Каждое утро начнем с сока. Купите соковыжималку в магазине. И начните делать сок из сельдерея, моркови, петрушки. И добавьте яблоко, чтобы немного подсластить его. Если вы займетесь своим здоровьем, все быстро изменится. Вы увидите, как оживете, потому что все это очистит ваш организм от токсинов. Бог сотворил нас, и наш организм имеет способность обновляться. Люди спрашивают, как мне удается путешествовать по всему миру и не болеть на протяжении многих лет. Слава Господу. Я даже не подхватывал простуду. Я все время на ногах. Я думаю, дело не только в помазании. Я узнал много лет назад, что должен использовать пищевые добавки, витамины. Я пью утром сок, каждый день ем фрукты, много ягод, клубнику, яблоки. Я кладу их в блендер, делаю смесь, потому что у меня нет времени есть их, потому что на это уйдет много времени. Понимаете? Да, много. Просто положите их в блендер. Можете не делать сок. Просто смешайте. Здорово. Добавьте витамины. Я добавляю витамины в порошке и просто пью каждое утро. Разве это не чудесно? Это поддерживает здоровье и крепость вашего организма. Мое служение в этом, и оно растет. Думаю, что это так. Я знал Кэтрин Кульман, женщину, которую Господь могущественно использовал и через ее служение прикасался к многим жизням. И к моей тоже. Она умерла рано. В возрасте 69 лет от заболевания сердца. У нее была проблема с сердцем. Она не должна была так рано умереть. Я думал о Джеке Ко, евангелисте. Служении исцеления. Умер в возрасте 30 лет, в таком раннем возрасте. Этого не должно было произойти. Алан тоже рано ушел из жизни. Он не должен был. Многие умерли рано. Орел Робертс умер в преклонном возрасте, потому что он пользовался пищевыми добавками, о которых я говорю. Я не забуду никогда, когда я был у него дома, и он принимал витамины. Я спросил у него, что он принимает. Это были витамины. Он сказал, что не знает. Я сказал, как ты не знаешь, какие таблетки пьешь? Он сказал, что пьет то, что дала ему пить его жена, Эвелин. До того, как Эвелин умерла много лет назад, она давала ему эти витамины, и после ее смерти он продолжил принимать их. Скажите мне, что они не правы, говоря о витаминах. Нет, нет, послушайте, это работает. Работает. Добавки восполняют недостатки витаминов. Бог использовал людей, как Кэтрин Кульман, которая так рано ушла из жизни. Мы не хотим, чтобы что-то подобное произошло с вами. Живите долгой, долгой жизнью, угодной Господу, и думайте о Божьих обетованиях, и как мы можем пережить их в своей жизни. Поймите, есть люди, которые были исцелены на наше служение, но они заболели чем-то другим. Я думаю, что это происходит от незнания. Это наш труд. Это то, что мы делаем здесь, на земле. Вы и я, мы пытаемся научить людей жить дольше, лучше и вечно. Да, доктор, послушайте, на этих дисках много информации об этом. Да, много. А сейчас не уходите, потому что мы помолимся вместе, чтобы Бог даровал вам здоровье в этом году во имя Иисуса. Что на этом диске? Прежде всего, вы узнаете о многих продуктах и с научной точки зрения, почему они оказывают то или иное действие на организм. Мы дали очень важную информацию сегодня обо всем. Более глубоко научное обоснование, почему растительная диета очень полезна, различные продукты питания, почему они так работают. Что вам делать, если вы заболели на третьем диске? Если у вас боль и причины боли, все, чем вы страдаете. Послушайте, вы можете приобрести все три диска. Подумайте об этом. Вы можете позвонить по номеру на экране, но давайте сначала помолимся за народ Божий. Отец, во имя Иисуса, мы молимся, чтобы этот год стал годом божественной благодати и здоровья во имя Иисуса. Сейчас Господь, доктор Дженетт и я соглашаемся сегодня молиться о божественном здоровье наших драгоценных людей. Пусть болезнь уйдет и здоровье станет реальностью. Во имя Иисуса для возлюбленных Твоих. Во славу Твою и честь. Аминь. И народ доскажет. Аминь. Послушайте, вы можете зайти на наш сайт benihim.org и приобрести все это и другие вещи. Наше время подошло к концу. Пожалуйста, приходите к нам еще и поделитесь с нами. Это потрясающе. Есть также много о чем сказать. Божья аптека. Нам нужно об этом говорить. Мы готовы слушать. Готовы. Да, так и есть. Давайте будем здоровы во имя Иисуса. И помните, что ваши лучшие дни еще впереди. Любим вас. До встречи.